Я присоединился к движению Харе Кришна в 1974 году. Я был инициирован с Шрилой Прабхупады в 1976. В то время я уже мог наблюдать большие масштабы движения Харе Кришны, и у Шрилы Прабхупады было тысячи последователей. И так я осознавал, что присоединился к движению, чтобы иметь больше личного общения с Его Божественной Милостью. Тем не менее, он всегда говорил, что духовный учитель существует в двух формах. Вапу и Вани. Вапу – это физическая форма, которая временна. Вани – это слова и предписания духовного учителя. И эти наставления вечны. Так что я понял, что даже несмотря на личное присутствие Шрилы Прабхупады, мое основное общение будет связано с Ваней, его принципами, его книгами. Потому что это его трансцендентная звуковая вибрация, закодированная в комментариях к Шимадбхагаватам и Бхагавадгите и других литературных произведениях, которые он перевел для нас. Поэтому моя практика сознания Кришны с самого начала включала в себя ежедневное чтение книг Шрилы Прабхупады. И за эти годы я много раз перечитывал его книги. И я считаю, что это моя возможность личного общения с моим духовным учителем, с его божественной милостью, Ачеббхагаватхивиданта, с вами Прабхупады. Он не просто мой духовный учитель, он Шикша-гуру, он наставник, гуру для каждого члена ИСКОН. И я думаю, что такая же возможность есть у каждого члена ИСКОН, чтобы напрямую и лично общаться со Шрилой Прабхупадой и его вани-формой, читая его книги. Так я провожу свое время каждый день. Каждый день я следую в своей садане, читая книги Шрилы Прабхупады, медитирую на них, то моя возможность личного общаться с Ним, услышать Его осознание и реализации обо всех аспектах сознания Кришны. И это очень лично для меня. И дело не в том, что я чувствую, как просто читаю какие-то общие знания, а в том, что я вижу ценность и осознание, которое я получаю от времени, которое провожу с Шрилой Прабхупадой каждый день, общаясь с Ним через Его комментарии к Шримад Бхагаватам, Шри Чритани Чритамрити, Бхагавад Гитте и так далее, так проявляется моя личная возможность связаться с Ним. И я настоятельно рекомендую каждому члену общества Кришны ежедневно читать книги Шрилы Прабхупады.